Эй, парни, включите на фон шансончик. Сегодня у нас с вами полублатная тема. Жизнь по понятиям, ауе и все такое. Думаю, вы все в курсе, что есть футболисты, которые побывали в местах не столь отдаленных. Я собрал для вас элиту элит, которые видели жизнь в клеточку. Погнали! На шестом месте я хочу расположить сразу две истории из Советского Союза, которые показывают, насколько та эпоха была ужасной. Раньше в советском футболе было пять московских клубов, которые вели упорную борьбу. Динамо, ЦСКА, Локомотив, Торпедо и Спартак. При этом всем все клубы Динамо, что в Москве, что в Киеве, что в Тбилиси и других городах, создавались как клубы, принадлежавшие НКВД. ЦСКА расшифровывается как Центральный спортивный клуб армии. Угадайте, какой структуре принадлежали хоккейные, футбольные и баскетбольные клубы с таким названием. К слову, там еще и играть могли только ребята с погонами. Локомотив, как уже понятно, брал свое начало у железнодорожников. Торпедо, клуб профсоюзов рабочих, Спартак же наоборот. Создавался как команда народная, не принадлежащая ни к какой структуре. В 30-х годах в Спартак пришли братья Старостины. Играли они космически, и им ненавязчиво предложили присоединиться к НКВДшному Динамо. Братья отказались. Берии это не понравилось, и он начал кампанию по дезинформации. В 1939 году Спартак ушатал в полуфинале Кубка СССР Тбилисская Динамо. Грузины подали апелляцию, которая была отклонена. После этого игроки Спартака переиграли Сталинец в финале и подняли кубок над головами. И уже только после этого, по таинственным причинам, полуфинал между Спартаком и Тбилиси приказали переиграть. Но красно-белые снова вышли победителями. А в 1942 году всех братьев арестовали по шести статьям, среди которых пропаганда фашизма и измена родине. Один из братьев отсидел два года и вышел досрочно. Остальные откатали по лагерям полную десятку. Второй случай произошел с Эдуардом Стрельцовым, который играл за торпеда. Он также не хотел переходить ни в Динамо, ни в ЦСКА. И ребята из провластных структур решили устроить показательную порку кумиру молодежи, который задрал нос и им отказал. Чтобы вы понимали уровень, в 1957 году он занял седьмое место среди претендентов на золотой мяч. Многими сравнивался с Пиле за крутую технику. Стрельцова обвинили в изнасиловании, и это дело было ошито белыми нитками. Много несостыковок и неувязок, и что самое главное, отсутствие прямых доказательств. В итоге его осудили на 12 лет, из которых он отсидел 5 и был освобожден. После чего продолжил карьеру, однако и близко был не так хорош, как до отсидки. Вот таким был футбол в СССР. Поэтому если кто-то играл очень хорошо, но не за Динамо или ЦСКА, подвергал себя большой опасности. В пятом месте я расположил Адама Джонсона. Да, многие этого парня не знают, но когда-то он был классным игроком Сандерлинда и даже вызывался в сборную Англии. Этот парень подавал отличные надежды в футболе, но у него была одна проблема. Он был болен сексом. Новости о его разгульной жизни регулярно всплывали в прессе. Но однажды он повстречал девушку по имени Стэйси Флаундерс. Пара начала вместе жить. После этого девушка забеременела и вроде бы жить вошла в спокойное русло. Однако на деле оказалось, что Адам вел двойную игру и втайне от своей девушки он совратил малолетку. Хотя эта самая малолетка первая добавила к нему друзья и попросила автограф. Ну автограф так автограф. Однако подписью дело не ограничилось. Достоверно известно про поцелуй и есть догадки о том, что у них была и интимная близость. Поскольку в некоторых сообщениях звучали фразы типа «В следующий раз нужно будет на заднем сиденье». При этом всем Джонсон знал, что она в 10 классе. Соответственно, даже если девушка была не против, а она была не против, это ответственности с футболиста не снимает. Адам все отрицал и клуб его защищал ровно до того момента, пока футболист не признался в поцелуй. На следующий день Сандерленд разорвал контракт. В итоге его осудили на 6 лет, но он даже не сразу принял это решение. Было несколько апелляций. Игрок даже продал дом, однако это никак не помогло. Кроме того, в тюрьме ему рады также не были. Порезали лицо бритвой и несколько раз избивали. И в итоге его пришлось перевезти в другое место отсидки. Там он освоил профессию парикмахера и начал получать почти 20 фунтов в неделю. Наверное, сложно осознавать, когда несколько месяцев назад получал 60 тысяч за 7 дней. В 2019 году Адам вышел, отсидев полсрока. Он был серьезно настроен продолжить карьеру, Однако ни один клуб АПЛ не захотел жертвовать репутацией. Особенно если учесть, что по миру тогда бушевало движение Амиту. В итоге с этим не сложилось. И сейчас он хочет стать футбольным агентом. Адам всегда подписывал контракты сам. У него не было агента и он неплохо разбирается в контрактных делах. Поэтому это дело может иметь успех. А четвертое место я поставлю Джорджа Беста. Я уже неоднократно вспоминал его в своих выпусках. Невероятнейший талант, который провел блестящую карьеру в Юнайтед. Получил золотой мяч в 68 году и уехал в США. До сих пор считается одним из лучших древлеров всех времен. Занял восьмое место в списке 100 лучших игроков 20 века по версии журнала World Soccer. Кроме того, был популярен за пределами поля. Его называли пятым бетлом, секс-символом, иконой стиля и суперзвездой. Вел достаточно разгульный образ жизни и частенько выпивал. В 84 году он был арестован и приговорен к трём месяцам заключения за вождение в нетрезвом виде. Во время своей недолгой отсидки успел провести несколько матчей за тюремную команду. Да, он мало отсидел, однако его история – яркая иллюстрация того, что слава, деньги и алкоголь делаются одним из талантливейших людей своего поколения, которым восхищался сам Пеле. На третьем месте обладатель руки бога – Диего Барадонна. Кроме фантастического футбольного таланта, Диего имел ещё один – фантастический талант по скандалам. Там и проституция, и алкоголь, и наркотики. В 91 году он признался в употреблении кокса и получил дисквалификацию на 15 месяцев. Приехал домой в Аргентину, его тут же приняли копы. У него нашли 36 граммов кокаина и поместили за решётку. Благо к тому времени он уже был мегазвездой и иконой Аргентины, что безусловно сыграло в плюс. После внесения огромного по аргентинским меркам за такое преступление залога в 20 тысяч песо, он был отпущен. Параллельно с этим полиция в Италии обыскала его дом и тоже нашла в подвале кокаин. В итоге итальянский суд заочно осудил Диего на 14 месяцев условно. В современном мире тоже хватает героев. Это Саша и Паша. Да, это Кокорин и Мамаев. Нашла коса на камень, как говорится. Столкнулись две элитные касты в России. Футболисты и чиновники. Чиновники победили. Отчасти это была и публичная порка, ведь провокационные выходки частенько сходят футболистам с рук. Уверен, будь на месте Кокорина и Мамаева парочка простой гопоты, их бы даже не искали. И в то же время, будь на месте чиновника обычный человек, он бы забрал заявление после компенсации. Но вышло как вышло. Ребята отсидели, Мамаев тихонько играет за Ростов. А вот Кокорин частенько мелькает на первых страницах прессы. Вот недавно Спартак пришел. Александр Соболев, который сейчас играет с Кокорином в одной команде, рассказал, что после тюрьмы Форуа стал спокоен. Его сложно спровоцировать, он никогда не кричит и практически не повышает тон. Возможно, чему-то в тюрьме Саша и научился. Им объективно повезло, что в российском футболе действуют немного другие правила пиара, репутации и имиджа. Ведь в Европе им вряд ли бы удалось продолжить карьеру на высоком уровне. Последний, о ком я расскажу, это Ронал Диньо. Да-да, именно тот волшебник, который влюбил в футбол миллионы людей. Гениальный бразилий совершил одну большую ошибку. Доверил финансы брату, который изогнал его в огромные долги. В итоге, в марте 2020 года они попали из Парагвая при попытке пересечь границу по поддельным документам и загремели в тюрьму. Ронал Диньо грозило 6 месяцев заключения, но он, как и обычно, принял информацию с улыбкой на лице. К слову, такой звезде сразу же предложили присоединиться к одной из команд тюремной лиги. Награда за победу в чемпионате – поросенок. В апреле 2020 года им удалось выйти под залог в 1,6 миллионов долларов. Вот такая жизнь волшебника. Вчера ты играешь за Барсу и выигрываешь ЛЧ, а сегодня катаешь с парнями в робе за свинью. А сейчас настало время назвать победителей из видео о том, как и зачем Алексей Миранчук перешел в Аталанду. Там я попросил вас посчитать количество мячей, которые появляются во время ролика. Их было 5. И вот мои победители. Поздравляю вас, парни! Вы отлично потрудились. Вот и подошел к концу мой ролик. Рад был всех вас здесь видеть. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его посмотрели как можно больше людей. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok